Здравствуйте, меня зовут Елена Владимировна. Сегодня мы с вами разберем технику вращения на двух ногах и попробуем перейти к вращению на одной ноге. Мы с вами уже начинали разбирать технику вращения в третьем уроке. Вспомним то, что мы уже прошли. Вращение происходит за счет совмещения работы ног и корпуса. Правая рука с плечом создает винтовое движение, а правая нога помогает набрать скорость. Чтобы не кружилась голова, надо смотреть на статичный предмет. В нашем случае это кисть руки. Она находится чуть ниже уровня глаз. Вращение в положении сидя исполняется аналогичным вращению в положении стоя. Идеально прямая спина. Приседаем в колени. Обратите внимание, приседаем как на стульчик. Теперь попытаемся перенести вес тяжести на одну ногу. Исполняем вращение на левой ноге. Скручиваем корпус, подсаживаемся и делаем мах по кругу. Обратите внимание, корпус, руки и свободная нога зафиксированы. Попробуйте вспомнить циркуль вперед. Это урок восьмой. Исполните его несколько раз на левой ноге и приступайте вновь к вращению на одной ноге. Вращение на правой ноге исполняется по аналогии с циркулем назад на правой ноге. Также урок восьмой. Стоим на правой ноге, подсели, скрутились, исполняем вращение назад. Соединив вращение в приседе с вращением на одной ноге, у нас получится волчок. Продолжение следует... Продолжение следует...